Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи» из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Джон Хеггарти с книгой «Хеггарти о креативности, здесь нет правил». Как говорится, смотрите, какого дяденьку к нам занесло. Чтобы понять масштаб этой личности, нам с вами нужно вернуться в где-то примерно 1970 год в Лондон и познакомиться с двумя братьями Моррисом Саачи и Чарльзом Саачи, которые как раз сейчас, в этом 70-м году, занимаются основанием креативного агентства под названием «Саачи энд Саачи». Название, которое сегодня известно практически, я думаю, всем работникам креативной индустрии. А если вам вдруг еще неизвестно, то скажу только, что это очень большая сеть агентств креативных, медийных, рекламных с центром в Лондоне. Долгое время, пока Саачи энд Саачи не стала приватной компанией, они входили в листинг FTS E100. Это топ-100 крупнейших компаний на британской фондовой бирже. Они представлены в 76 странах, у них 114 офисов и почти 7000 сотрудников, согласно Википедии. Но важно, что первым сотрудником этой компании как раз и был Джон Хеггарти. А с 2007 года за особые заслуги перед творческой индустрией правильней говорить сэр Джон Хеггарти. Вот такой вот человек пришел к нам сегодня рассказать о креативности и правилах в ней. Этот обзор – третий выпуск в нашей небольшой серии книг о дизайне и креативности, которые мы делаем в партнерстве с нашими друзьями компанией Master Bundle с маркетплейсом графических элементов для создания превосходного дизайна. Шрифты, иконки, логотипы, стоковые фото, паттерны, текстуры, бэкграунды и всякие прочие разные шаблоны. Сила Master Bundle заключается в том, что любой дизайнер может продавать свои работы уже сегодня, просто залив их на сайт с помощью специальной формы. При этом площадка рассчитана на западных покупателей, а общаться по добавлению своего продукта вы можете с русскоязычным менеджером, у него же можете получить консультации, рекомендации на какие продукты сейчас наибольший спрос, сделать их, вылить на сайт и начать зарабатывать. Более детальное описание проекта, а также контакты русскоязычного менеджера мы собрали в статье «10 лучших книг для начинающего дизайнера». Там вы найдете еще несколько полезных книг, ну и ссылка на эту статью, как обычно, в описании внизу подкаста. Вся книга в паре предложений. «Много работать, быть в потоке, не бояться показаться странным и не пытаться кому-нибудь понравиться». Такие вот четыре нехитрых способа создания по-настоящему прорывных и креативных решений от сэра Джона Хэггерти. Давайте в «10 фактах, 3 задачах» из книги попробуем разобраться с тем, что из этого применимо к нам с вами, какими советами можно воспользоваться сразу, а какие советы стоит подвергнуть сомнению или отложить на потом. «Опасность консенсуса» — первый факт из книги. Джон говорит, что современная тенденция совместной работы над проектами — это достаточно пагубная привычка, потому что в процессе мозгового штурма каждый участник должен предложить какие-то разноплановые варианты, и в конечном итоге всем участникам этого мозгового штурма приходится идти на компромисс, чтобы достичь какого-то соглашения. Консенсус в этом случае ведет к созданию посредственных продуктов, потому что вы уступаете кому-то, кто-то уступает вам, сглаживаются углы, и получается такой усредненный всех устраивающий продукт или решение. Что-то в этом есть. Потому что хоть одно из основных правил любых мозговых штурмов — это отсутствие критики идей, то мы все равно не можем гарантировать отсутствие давления на нас чужого авторитета в этот момент, чужого мнения или просто какой-то текущей ситуации, где вам не хотелось бы вступать в конфронтацию. И ситуации, которые продиктованы тем, что, например, сейчас модные в тренде, тоже будут вызывать вот такую непонятную историю, когда вы не будете достаточно креативно проявлять себя, а мода, вот это вот и тренд, как гласит нам второй факт из книги, достаточно плохой советчик. Ну, тут все просто, потому что, когда вы решаете креативное задание, вы не должны ориентироваться на тренды. Тренды быстротечные, а Джон говорит, что лучше всего полагаться не на тренды, а на инновации, потому что, когда вы изобретаете и предлагаете решения, которые станут модными, в этот момент вы диктуете моду, а не следуете ей, и это гораздо более увлекательно. И если уж вы приняли совет становиться законодателем моды, то ни в коем случае не пытайтесь креативити создавать, что-то инновационное, только чтобы обогатиться, потому что есть, это и есть путь плохой идеи. Плохая идея, это, как правило, результат жадности. Ну, мы все хотим, те, кто пытаются изобрести что-то новое, привнести какую-то инновацию, создать креативный продукт, чтобы в первую очередь, ну, очень часто мы этого хотим, чтобы это, результат нашей креативности, помогло нам стать богатым. Если приступать к креативному заданию с таким подходом, то в голову, как правило, будут приходить только некачественные решения, которые отдаляют вас от цели. Создавайте то, что вам нравится, то, что вам необходимо, то, от чего вы кайфуете, стремитесь улучшать жизнь людей, помогайте им, увлекайте их, удивляйте. И это должен быть товар, который все хотят, в том числе, самое главное, и его создатель. Такое возможно только в одном случае, когда товар делает вас более счастливым, решает какую-то очень глобальную проблему, меняет вашу привычку. И такое практически невозможно, если все это, во-первых, быть жадным и думать только о богатстве в этот момент, а второе – взять и сделать это все в один подход. Ну, типа утром проснуться и сразу же выдать вот эту вот крутую, гениальную идею. Поэтому важны два следующих тезиса. Первый тезис – все опознается в сравнении. Чтобы предложить по-настоящему какой-то стоящий продукт, вам придется перебрать очень много альтернатив и отсеять очень много неправильных вариантов. Все творческие люди избегают, ну, многие творческие люди, наверное, избегают слова оригинальные, потому что знают, что в мире практически нет ничего оригинального. Все идеи, так или иначе, связанные с другими, являются производными какого-то количества других идей. И познать их ценность можно в сравнении и в огромном количестве переборов этих самых идей. А еще за гениальностью чаще всего скрывается большое количество неудач. Мир полон второсортных изобретений, которые нравятся только их создателю, ну, и каких-то креативных решений или там дизайнов, которые нравятся только их создателю, потому что они рождаются не в муках достаточно быстро, и, в общем-то, на этом создатель останавливается. А любой гениальный продукт – это результат изнурительного труда. Тот, кто не сталкивался с неудачами, никогда не делал ничего выдающегося, считает Джон, и советует концентрироваться не на ошибках, а на том, как вам двигаться вперед. То есть на опыте, который вы извлекаете из этих ошибок. Ну и помните при этом, что вы все это делаете только для того, чтобы человек, который взаимодействует с вашим продуктом или услугой, удовлетворил свое желание выделиться. Потому что все чаще приобретая новый товар, мы обращаем внимание на его внешние характеристики, которые выделяют его, этого человека, владеющего товаром, среди толпы. Ну, вспомните первые айфоны, и все тут станет понятно. Потребитель очень часто сейчас концентрируется на имидже и старается транслировать какие-то личные качества, выразить себя с помощью вещей. Это истина, которую должен знать специалист по рекламе. И очень важно, что сейчас потребитель предполагает, что функциональность того предмета, услуги, продукта, который он получает, она уже заложена по умолчанию. То есть ни у кого нет сомнений, что это работоспособный телефон, что в нем будут все функции. Но плюс к вот этой функциональности, он должен решать ключевую маркетинговую, наверное, проблему. Это давать возможность обладателю этого продукта, товара или услуги выделяться. Ну, при этом не нужно, знаете, креативность ради креативности, не нужно выделяться просто ради того, чтобы выделяться. Любой креатив, любое проявление творчества должно быть осмысленным. И это седьмой факт из книги. Джон говорит, что хорошее креативное решение, оно отвечает шести основным критериям. Во-первых, привлекает внимание, меняет взгляд на вещи, вызывает интерес, побуждает к обдумыванию, вдохновляет и в последнюю очередь мотивирует совершать какое-то действие. Креатор или создатель, или дизайнер, креативщик, тот, кто связан с созданием какого-то инновационного креативного решения, должен сам проанализировать результат и понять, насколько то, что он делает, отвечает вот этим шести пунктам. Продукт должен быть интересен и полезен и находить отклик в душе самого создателя. И работа станет гениальной только тогда, когда она будет отвечать всем этим шести критериям, когда она будет вызывать отклик в вашей душе. Но еще один пазл должен сойтись в тот момент, когда вы поделитесь этой работой с миром. И чтобы мир оценил ваши старания, вам нужно будет растолковать этому миру суть вашего творческого труда. Для этого нужно сохранять контакт с реальностью. Восьмой факт из книги. Потому что, ну, во-первых, вам нужно очень большое любопытство. Вы должны знать, что лучшие креативщики постоянно задают себе один и тот же вопрос «почему?». Вот ответ на вопрос «почему?» — это и есть основа вашей работы. Вы, если осознанно или бессознательно отвергаете стандартное мировоззрение и все время пытаетесь докопаться до сути и разобрать явление какое-то на молекулы с помощью вопроса «почему?», 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 то тогда вы сможете создавать шедевры. Ну и вот этот интерес к жизни, к созданию продуктов, к постоянному поиску ответа на вопрос «почему?» можно поддерживать, если вы находитесь в окружении людей, умеющих спорить, умеющих критически относиться к любой информации, которая попадает к ним в голову. Кстати, у нас недавно на блоге вышла статья про критическое мышление и про то, как его в себе воспитывать. Пользуясь случаем, очень вам рекомендую. Ссылка тоже будет в описании или сейчас в правом верхнем углу появилась. Почитайте обязательно. В общем, люди, которые вас окружают с пытливым умом или вы сами задающие себе вопрос постоянно «почему?», стимулируете себя к размышлениям, самокритике, самосовершенствованию. И в этот момент вы не думаете о деньгах как о способе обогатиться, а только о том, что деньги – это инструмент для достижения каких-то целей и создаете по-настоящему уникальный инновационный продукт. Но на пути вам будет встречаться критика. И Джон говорит, что один, по его мнению, из самых действенных методов работы или борьбы с критикой – это игнорирование. Потому что чаще всего критикующие, зацикленные на себе, им важно получить вашу реакцию, и отсутствие этой реакции на их замечания их задевает, но при этом они теряют к вам интерес. Он говорит, что если вы тонкая, душевная, ранимая натура, то не читайте, не отвечайте на комментарии, и вы благодаря этому не только избавитесь от неприятного осадка, который у вас будет в процессе чтения всех этих критических замечаний, но и как бы устраните саму причину, потому что критики, когда увидят, что на них никак не реагируют, они перестанут это делать. Ну и помните про тонкую грань между хаосом и порядком. Креативные компании, как правило, применяют на практике теорию организованного хаоса. Да, в жесткой дисциплине и в правильном порядке очень сложно родить какие-то креативные решения, но и в хаосе очень сложно рождать креативные решения раз за разом, ну, условно, как на конвейере. Для того, чтобы это получалось у вас как профессиональная работа, вам нужно найти вот этот самый симбиоз между хаосом и порядком. Вам нужна непринужденная атмосфера, и помните, что при этом отсутствие там строгого графика, например, приведет к сдаче проекта, когда поджимает дедлайн. Но в суматохе и ограниченных временных рамках, как правило, чаще всего рождаются гениальные идеи. То есть бизнес, он требует порядка планомерного выполнения задач, а творчество требует вот этой суматохи и каких-то там небольших ограничений. Что для вас будет первоочередно, это вы должны для себя определить. Если вы управляете коллективом, там, дизайнеров или каких-то креативных, творческих людей, то ваша задача вот как раз организовать их пространство, и при этом планомерное выполнение задач и всякое такое. А если вы сам дизайнер, то в первую очередь сделайте так, чтобы вам было комфортно творить. Вы сами вправе решать, какие ограничения вам ставите, какие задачи там брать в первую очередь, и как организовывать свой процесс. Вот такие быстрые 10 фактов из книги Джона Хеггарти о креативности. Под названием «Хеггарти о креативности» здесь нет правил. Три задачи из книги. Запишу в букнот, вернее записал в букнот. Вы можете записать куда угодно, но обязательно запишите. Много раз об этом говорил, быстро скажу еще раз. Читай быстро, исповедуем принцип. Прочитанная книга должна быть разбита на факты, из фактов должны быть сформулированы задачи. Те вещи, которые вы пойдете, сделаете после того, как дочитаете книжку. Благодаря этому получите максимальную из нее пользу. Ну а структурированная информация о фактах останется в годах. Можно к ней будет вернуться в любой момент, перечитать, проверить, вспомнить, о чем была книга. Делать это можно в букноте, блокноте для осознанного чтения. Его можно найти на сайте буква.инфо. Можно в любом другом блокноте. В телефоне, в тетрадке, на обоях, где угодно. Мои три задачи. В товар, продукт или услугу нужно вкладывать внешнюю привлекательность. И сразу продумывать, как то, что вы делаете, выделит клиентов. Это критически важно. В общем, внешний вид продукта, то есть функциональность по умолчанию, как мы теперь уже знаем. А вот внешний вид нужно всегда дорабатывать до такого состояния, чтобы был вау-эффект, и чтобы хотелось потрогать, и сфотографироваться, и выложить в Инстаграм. Второе. Постоянно задавать себе вопрос, почему, особенно если это связано с созданием какого-то нового продукта, товара или услуги. И третье. Несмотря на то, что Джон говорит, что в девятом факте, что бороться с критикой нужно отсутствием реакции, я написал себе, что всегда читать ваши комментарии, которые вы оставляете прямо под этим видео или под любым другим видео на канале «Читай быстро» в моих обзорах или обзорах других участников проекта, просить вас нажимать на кнопку «Подписаться», отвечать на эти комментарии по возможности, или просить ребят из «Читай быстро» отвечать на эти комментарии. В общем, взаимодействовать с критикой максимально для того, чтобы сохранять контакт с реальностью. Таким был «Читай быстро» на этой неделе проект буква.инфо. Добавляйте в закладки, подписывайтесь на канал, проверяйте скорость чтения буква.инфо.рапид, там получаете текст, получаете вопросы по тексту, потом получаете сертификат с вашей скоростью и осознанностью чтения, можно им поделиться с друзьями и показать, что вы ого-го, как читаете. На блоге очень много статей, вот там про осознанность, про тайм-менеджмент, про выгорание, про критическое мышление, всякие обзоры разные, в общем, действительно много всякой интересной инфы и будет еще больше, поэтому есть смысл буква.инфо.инфо.блог добавить в себе куда-нибудь в закладки, ну, инстаграм буква.инфо, там иногда появляются новые фоточки. Через неделю новый я, новый вы и какая-нибудь новая книга. Читайте книги, слушайтесь маму, хорошего вам дня, пока.